Прописку на территории Чувашии сейчас стремятся получить не только украинские беженцы, но и заводы. Предприятие «Луганский машиностроитель 43» в ближайшее время запустит свой конвейер. Сюда уже начали завозить необходимое оборудование. На работу готовы выйти сотрудники предприятия, которые переехали в Чебоксары вместе с семьями. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Цеха будущего завода постепенно освобождают от ненужного металлолома. Новые хозяева намерены переоборудовать бывший склад «Коктябрю». Здесь делают капитальный ремонт, в ближайшее время планируют залить полы и заменить трубы. Но первым делом рабочая бригада ремонтирует кровлю. Крыша этого здания уже давно прохудилась. Недавно сюда привезли и два современных станка для высокоточной металлообработки. Турецкие станки уже испытали в деле. В ближайшие дни здесь начнут и селийное производство деталей. У завода есть заказы до нового года, поэтому надо срочно начинать производство. Но чтобы предприятие заработало, как и в прежние времена, в Чебоксары необходимо перевезти и другие станки. Пока же они простаивают на таможне. И там не торопятся давать добро. Мы всегда работаем по закону. Поэтому помощь нам нужна. Но ускорение какой-то лояльного рассмотрения этого вопроса из-за той ситуации, которая сложилась, очень нам поможет запуститься и работать. Если спорные вопросы удастся решить и станки пересекут границу, то на заводе организуют еще 50 рабочих мест. Пока же здесь трудятся только специалисты, которые переехали в Чебоксары из Луганской области. 23 семьи, спасаясь от войны, покидали свои дома под пулями. Возвращаться им больше некуда. Мы уезжали еще в начале июля. После того, как наш поселок бомбили, мы четверо суток вообще в погребе жили. Собирались утром. До утра не дождались, так как уже в соседнем поселке высадился десант с автоматами. И мы просто какие вещи покидали в сумки и уехали. Ехали везде. Все, оно рвалось в округе. Я ехала. Я просила только Бога, чтобы добраться до российской границы. Долгое время они скитались по лагерям для беженцев. Сейчас в Чебоксарах руководство завода снимает жилье для своих работников. Юлия Калашникова переехала в Чувашию вместе с дочкой. В их квартире стоят только две кровати и телевизор, но говорят, что рады и такому. Свою жизнь в республике они начинают с чистого листа. Лера готовится пойти в школу, а Юлия скоро выйдет на работу. Я просто здесь, я знаю, что мой ребенок будет жить спокойно. И ночами не будет ни кричать. То есть, что здесь нет войны. Нормально здесь выживем. На предприятии для работников обустраивают и жилые комнаты. Уже скоро здесь появится мебель, душевые кабины и просторная столовая. Из Луганска в Чебоксары переехал даже заводской повар. Завезли вот стулья, столы, печку, которая, ну необходимый небольшой ремонт, но наши ребята уже заканчивают. Поэтому, я думаю, в течение недели, если все будет в порядке, мы уже запустимся и будем кормить людей. Заработать на полную мощность луганские машиностроители планируют уже в ноябре. Пока оформляются необходимые документы на регистрацию нового завода. То, что в Чебоксарах частная компания будет развиваться успешно, руководители уверены. Больше 12 лет они работают только на российский рынок. А теперь луганский машиностроитель 43 и сам становится частью нашей страны. Дмитрий Ковалев, Дмитрий Смирнов, Республика.